из плохого еще вот это вот самое я бы догадывался с участка вот этот кусочек и вот этот кусочек вот и там и там землю не дают земля имеет своего хозяина хозяин давно могиле по крайней мере 15 назад у него тяжейшая форма туберкулеза его увезли не вернулся и теперь и никогда и не дадут вот даже по страхам расстрела никогда не дадут я узнавал и бесполезно и короче просто там некуда 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 и стране так страшно беда вот когда если бы было бы в кадастровых схемах особое место с этим знаком или как люкс какой-нибудь это там где простить можно все как здесь включая персики не укрыли вот это все можно было бы не нужно вот вот эта беда страшно это страшная беда что землю россии не дают только сказки рассказывать про эту конституцию которую мы окажутся хозяева так ну это была моя реакция так теперь я все виталия клади владею глазкова на например на как говорится еще лично это бизнес вот это реакция на мою интервью с этим с тотором когда мы сидели в машине а рядом торговали киргизм шарлатаны процветает потому как руки развязаны необходимо у какого-то именитого садовода блогера на ю тубе с миллионом подписчиков оставлять коменты с адресами подобных питомников тоска черный список нашелся бы добровольец который бы еще раз проглядел двести тридцать шесть моих 226 моих а там уже из уже читайте черный список был бы готов но к сожалению я уже не способен а советую это хорошо помочь с никому с этим делом вот пока хороший совет но комон так ну и дальше это еще не все письмо продолжается страна должна знать все герой в лицо тогда думаю продажа у них резко упадут наш век интернете все это возможно хочу их он они торгуют на глазах у всех вот а и дальше вот мне вот этот совет не понравился вам в свою очередь расширить свою деятельность сейчас сам тоже расширить привлечь заинтересованных людей сделать хорошую рекламу вот как вас зовут виталий у вас найдется пару миллионов на рекламу заинтересованных людей надо кормить я не привлечу я не привлечу надо кормить вот расширить на все надо чтобы обращались к вам они к ним еще обывателя получают невысокие цены на саженцев пройдут вот и берут по 5 рублей за пучок составить конкурессу тяжело друг пойдет и тяжело другое дело что во первых невозможно это тоже никто никогда не поможет это тоже не станет как я расширять деятельность привлекать заинтересованных людей тоже не станет не наше это дело это дело правительство если там нашлись настоящие патриоты они сказали не все хватит но это так просто еще смотрите еще раз так просто запретить узбекам и киргизам торговать допустим политически будет неверно пусть едут на север у них минус 20 все загружает везут на север то есть все будет мертво деньги выкачиваются сотни миллионов но организовать хотя бы мое выступление лучше бы конечно надо бы по баканского телевидения сангорская не добился вот так по баканского выступал винин самый крутой садовод этого хакасии вот он же агроном и представитель союза совета садоводов серьезная должность и как он не крыл как он не приводил примеры государственные органы где упоминается слово назор палец в палец не то есть тогда получается надо выходить на российскую вот представьте себе что мне дали бы трибуна прямо на настоящем я буду пример приведу как все плохо на настоящем телеканале причем большую час времени чтобы был анонс что выступит железо лучше саду россии что это самое что он решил заступиться за своих друзей которая нищете живут и имея то чего него нет ни одного института вот которых загнали этим самым дешевками google который никогда не 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 станут с коленка они стоят на коленях прививая на коленях я стою на коленях вот я потом 100000 отдал когда мне вены в эти самые уничтожали после стояния на коленях вот мы фанатики и час времени и по всей россии уже каждому надо так просто просто даже инструкцию инструкцию потом приказ президента россии меньше нельзя инструкция чтобы было вот напечатано я сочиню за полца вот мне много времени надо во всех институтах чтобы она была университетах во всех этих самых учебных методичках чтобы висела на всех базарах на столбах развешивали по приказу потому что везде есть агрономов каждом городе саграну который хрен знает чем занимается тут хотя бы развесят эти памятки и тогда люди перестанут этим заниматься чтобы не было мы не имеем права отказать ладно 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 ну считайте что я на этот вопрос ответил так людмила аристова давайте чем хорошим а какой хрен хорошая людмила аристова 6 абрикосов краснощеки оренбургский чемпион севера каждого сорта по два дерева от садов россии извините сады россии это не я придумал людмила аристова от садов россии привитые на полукарлики на вишнях степных или на вишнях этих песчаных на кустарнике привитые на полукарлики за пять лет все погибли последний на днях спилили знать было бы чудо чтобы не погибли последний на днях спилили ни разу не видели плодов пять лет прошло цветут и не завязываются сорт оренбургский и чемпион севера а дальше россия то есть дальше сорт оренбургский чемпион севера севера успели перенести на ваши маньчжурцы оренбургский на маньчжурцы сразу дал первый абрикосик том в том году но это конечно первый случайно после этого у меня бывало ура сейчас завалит у меня абрикосами нет два три абрикосика сразу после цветения а потом пару лет тишина а потом только плодношения но все равно то что моя школа взяли прежде чем они теперь умереть взялись веточки и пересим на маньчжурец теперь не замерзнут давайте как-то меняем настроение меня тон и так мой друг сергей юферев когда приходишь в лес то удивляешься никто там не копал и не полол а гордый садовод ему так кажется что в огороде он природу поборол да кстати вот уверен не бог если я помню что это такое сейчас открою на секунду я видео не показываю елки пал куда меня занесло там что-то открывался в этот раз не хочет а вот а ну да я заранее прокомментировал вот помните я найти не мог ладно продолжаем еще раз помните чем я говорю страстная ошибка отрезать дезискрет на ветке считая хришна вот идем дальше и так сергей цитирую вас в лесу и ягодка вкусно и ароматно и все съедобно чисто и полезно лишь потому что через корига тот лес незнанием своим не лезло но стоит сергей след оставить в лесу где только зверя неприметный след все чеку хочет лишь у поправить но свет его в лесу оставить много бед вспоминаем страшная вещь иран сада я все забыл я забыл какой университет вот она была публикация ученые красноярские ученые собрались найти яды чтобы уничтожить грибы опята которые в свою очередь несколько гектаров леса губят то есть жрут 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 страшнейшая ошибка а ведь это ученые и самое страшное они просто деньги зря переводят пусть нищенскую зарплату на отрабатывают но лучше бы они вообще этим не занимались потому что они здорово могут найти генетическое яды и тогда все грибы на всей планете погибнуть а через год-два от голода умрем мы все они успеют получить русской премии но к сожалению сразу после этого тоже умрут с голоду а может они успеют это догадаться ни в чем не повинны грибы которые жрут гниющие умирающие деревья как будто если они умрут а где так просто вы знаете яда их не берут бывают скукожица но внутри все равно и пульса и остается и это и спора остается все остается и не все это бесполезно но главное долю мается потому что они даже не знают о том потому что это не патогенные грибы они просто и делаю свою честную работу это говорил об этом еще буду говорить а у меня вот это навеял все человек уходится в лесу поправить и оставить много бед когда ты человек уже прозреешь куда не надо нос свой перестанешь рисовать когда разумнее и добрее ко всему ты станешь тогда настанет мире благодать а это я виноват том что я я навеял ему вот эти мысли я цель у растения выживание и тонко она чувствует среду и чутко реагирует на все условия россии размножаться каждом случае отдельно решает приходится растению самому даже выборочно они растения настолько самобытные настолько деятельными и божественно мудры что надо мудрость перенять такой цвета места мы были бы ко всей земле добры вот здесь то я и скажу друзья мои что это делает что вы представляете десятки сотни миллионов лет страшнейшие страшнейшие условиях смерть 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 дикие морозы дикие засухи все это было и деревья выживали они становились совершенными а потом я подобрал фотографии покажу докажу они совершенны но так как человеку нужны сребреники он ничего его научили первое они были полу грамотные никакие не не были выдающийся как мы их до сих пор я боюсь эти несколько фамилию называть я только брал их книги они еще недавно были сейчас выбросили на помойке мне это самое приносили книги говорили это с помойки они не были умнее нас они что видели то и поют они видят гриб носит гриб живет они видят что на дереве появилась эта самая живица или кометь по-научному это она виновата это она нас на дереве живица дерево больное надо срочно от нее избавиться вот а потом случилось следующее самое смешное это девятнадцатом веке раньше но печать поет девятнадцатом веке вот сергей это ты мне надо сейчас как бы поднял меня на эту тему вот дорогой поэт девятнадцатом веке они у них не было ничего у них был острый нож вот они вырезали а потом надо вот эту рану которую нельзя трогать тут кометь вырезали морозобойный вырезали солнечные руки вырезали все что у них было уже тогда знали что септические эти самые сэнтиптические свойства обладает коровье дерьмо и научили девятнадцатый век замазывать коровьим дерьмом а еще у них было сель а сель тоже обладает это с кислота сова сели кислота знакома и вот они справа врезали потом замазали щавелем и листьями так знаете это называется протравливание ну понятно чтобы бактерии не попадают а потом коровьим дерьмом а дерьма было много каждой деревне были коровы весь двадцатый век тысячи публикаций одна за другой я посудил приходит 21 приходит двадцать второй год и в споре со мной крупнейшая абрикосовод опять научила берем нож вырезаем она уже зажила вот везде где вы видите кометина уже зажил вырезаем добавили кроме щавелевых листьев еще слово щавелевая кислота все-таки 22 век 21 век 2000 21 век вот значит и добавили щавелевая кислота о по-современному и опять коровьим дерьмо вы представляете нет вот это есть а я вам чё говорю деревья они нас десятки сотни миллионов лет они выживали в таких условиях что даже вот этим вот вырезанием и коровьим дерьмом не могут даже угробить его сейчас чаще всего поэтому и осталось до сих пор вот это вот совет идиотский извините за выражение идиотский потому что уже давно время изменилось мало ли у нас сейчас этих хрящим пульс фунгицид ладно так вот да все же не корове дерьмо так вот за это время а деревья научили себя защищать от чего я заговорить от ли от листа грозущих всех насекомых от листа сосущих всех-всех-всех-всех его невозможно уничтожить а чтобы уничтожить надо трезать лишние ветки резко теряется иммунитет когда часть веток нет листьев нет фотосинтеза нет вот мало что корни есть но крона часть уничтожена уничтожено будущее а потом наступает лето они режут когда листьев нет и когда плодов нет и когда только голые ветки поэтому кажется легко режется режет 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 вот а где же он возьмет потом глюкозу чтобы накормить же это дерево чтобы а ведь это же главное лекарство главное главное вот и тогда все у дерева получается не понимая что их бед как на которой нет плодов она не жирующая она такая же необходимая где ветка 10 плоды но тут же есть весь и вот решив дерево вот этого опыта искалечь его изувечив десятки миллионный лет она готовилась к тому чтобы выживать самых диких условиях и выживает нет пришли люди и за сотни лет научили вот это вот его а последователи которые даже не поняли что натворили наши первые учителя все это перешло преподавателям и вы знаете что наши институты не ней там свои проблемы а именно вузы университета академии они ничего не изменились они не стали ничего делать не стали учиться они а то они запретили витативную гибридизацию им запретили и никому даже в голову не пришло попробовать красота и приватина и бесконечная работа тысяча две три вырастить деревья чтобы получить одно то самое которое это как называется вожделенно вот так это в одном поколении еще надо три четыре пять знаете как на меня обиделись за несколько лет тот же результат что за 30 лет до чего лучше и вот получается что сейчас в интернете на нас обрушилась страшная беда что теперь вся страна все до единого люди знают что деревья неправильно они совершенно у него каждого свое строение крона у каждого есть индивидуально когда я показал вот эту развилку это на привитом дереве это уже урод она почему вот это а потому что тут это вот отрезать она уже урод ничего не поделать только надо обращаться с уродами еще бережно вот я выговорился спасибо сергей юфилев вот когда же ты человек уже прозреешь куда не надо нос свой перестанешь тисовать когда разумнее и добрее ко всему ты станешь тогда настанет мере благодать на слезы на глазах ну как ты меня понял а ведь когда-то ты мы статью прочитал а может первый взял и написал первую стоя первое стихотворение именно про природу извините я должен сейчас маленько пропускать я только одно написал для меня поэта это не обожители я знаю небожители это школьных учителей это люди жертвенной судьбой это люди которых я уважаю больше нас больше инженеров я инженер больше всех на свете это вот школьного стена и поэты извините за разговорился ну и сергей пишет не судите по это строго он быту такой же как все только ближе душа его богу и живет он здесь будто во сне сколько сложно сказок и были повестей романов и книг сколько спета и сказано было но поэт не сгинул не сник его слова все также призывно певучи суть его высока глубока широка слово нынче поэта живу через строится как чистая речка строка будто через поэта миру кто-то поведал как любить человека творец сотворил да сейчас мы проговорили я пойду отдохните от меня я сегодня вот такой какой я мне нужно три минуты подогреть